В дни новогодних и рождественских праздников сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, отдела внутренних дел и территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Бреста спешат с подарками к детям, чьи семьи нуждаются в помощи. Почему у нас называется дорога к сердцу наше мероприятие, наша акция благотворительная? Потому что хочется частичку своей души и всех тех, кто помогает нам действительно одарить тех ребят, которые нуждаются в этом. Но хотелось бы сказать, что это чудо и для родителей, потому что они видят, что чудеса приходят в их дом, что тяжелые будни, сложные, иногда нехватка внимания даже со стороны собственных детей приводит к тому, что в чудеса и дети по-другому улыбаются. Сегодня в Ленинском районе Бреста на учете состоит 168 семей, которые волею случая попали в трудную жизненную ситуацию. В них воспитывается 220 детей до 18 лет. И сотрудники администрации в рамках акции «Дорога к сердцу» приходят в каждую семью. Шестилетний Марк читал стихи и внимательно считал подарки, чтобы хватило не только самому, но и его маленьким брату и сестре. Озорной и разговорчивый мальчишка сам писал письмо Деду Морозу и был очень рад его визиту. Мой папа написал Деду Морозу, я с ним написал смарт-часы, а моя бабушка другая с вульки. Мне еще второй подарок, лего в подарок. Она мне, какой Дед Мороз он выбирает, такой мне и попадается. Был рад подаркам и серьезный не по годам Елисей. Для Деда Мороза мальчик подготовил стихи про Новый год. А еще вместе с мамой Ирой переживал, что сестренка Соня, которая специально выучила новогоднюю песню, не дождалась сюрпризов и уснула перед приходом сказочного героя. Кстати, свое главное желание Елисей сформулировал по-мужски кратко. Чтобы Соня никогда не болела. Я жду, чтобы в этом году все-все наладило, чтобы не было таких проблем, чтобы они были счастливы в этом году. Подарки детям, родителям, продуктовые наборы от спонсоров, а еще внимательное отношение к семье. Для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних такие визиты – лишний повод пообщаться, обсудить варианты решения проблем. Праздник закончится, а насущные вопросы останутся. Данным семьям должны быть различные подходы, как жесткие, так и в рамках таких акций. То есть, чтобы они видели, что на них осуществляется не только какое-то давление и прессинг, но что общественность, все организации, заинтересованные субъекты профилактики, относятся к их проблеме адекватно, что все хотят им помочь и в итоге их вывести из этого нехорошего состояния, для того, чтобы дети все-таки почувствовали праздник и чтобы родители и дети видели, что они окружены заботой. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.